всем привет вы на канале шить для себя это удобно я продолжаю серию роликов платье для мамы называется но сегодня очередное простое платье немножко его усложнила вот таким вырезом виде обтачки двусторонний манжетиком и карманчиками а так на самом деле все очень очень просто шить буду из ткани из закромов родины из маминых залежей закромов вот и само платье буду шить по своим меркам на обхват груди 108 обхват бедра 120 обхватали 96 длина платья 125 сантиметров у мамы рост 160 то есть она чуть чуть меньше чем я вещи ей подходит по и поэтому шью по своим меркам что здесь самое главное все это строится на базе основы плечевого изделия юбку я буду делать ну как называется это четырех клинка по среднему срезу будет шов и я его еще красивенько растрочу и бока растрочу и низ будет такой широкая подгибка 4 сантиметра растрочу и по горловинки по рукавчиком это платье будет носиться дома она не не выходное но если ей захочется конечно всегда пожалуйста из чего начинаем берем свою базовую основу и нитки я взяла посмотрите немножко светлее чтобы видно было от строчку приступаем к раскрою скроить я буду с помощью своих помощников это мои помощники для тех кто не знает это моя базовая основа просто я их перевела на картонку и превратила вот таких помощников передвигающимися вытачками такая же у меня и полочка и так уложили отметили обязательно линию талии вот расширили на полтора сантиметра в бок по унизили линию талию на сантиметра 3 для чего для того чтобы напуск образовался для резиночки небольшой это можно всегда срезать но я вам советую всегда это делать и учитывать теперь участок от линии талии до проймы делим пополам приблизительно ставим отметку и вытачку вот здесь частично закрываем и открываем пройму поднимаемся на 1 сантиметр и проводим линию ткань у меня узкая где-то в районе метра 98 сантиметров если не считать кромку и я расширяю линию плеча на 40 сантиметров если вы хотите по длине и рукав можно сделать длиннее короче по вашему желанию у меня получается ровно 40 вот под прямым углом провожу линию опускаюсь на 20 сантиметров и здесь плавненько соединять вот этой точкой на расстоянии середины от линии талии в сторону 10 это сантиметр у меня получилось я отошла получается линия абсолютно произвольная и плавная вот вытачки вот здесь я делать не буду она будет у меня плавно спадать все больше ничего наша спинка готова и на основании спинки мы с вами построим перед значит вот здесь я так подвигаю и очерчиваю вот так очерчивая все так выглядит спинка все очень просто такой укрой я вам уже показывала кроила жилеты не только себе но и сестре и на заказ шила кардикан вот такой крой приступаем к переду аналогичная история происходит спереда вот чаще всего я здесь опускаюсь на 14 сантиметров и ставлю отметку чаще всего ну как всегда пыш понимаете что может уточняться это величина но я пока ставлю 14 вот здесь убираю где-то сантиметр и продлеваю плечо вытачку посмотрите вытачку с помощью своего помощника очень удобно закрыть и я ее закрываю вот так теперь вытачка открывается вот сюда она нам не нужна это крой стальнокройным рукавом вот точно также приподнимаюсь немножко выше на сантиметр соединяю с основанием шеи и и потом продлеваю сначала ровную линию делаю вот если вот эту продлить сейчас я вам покажу вот вот так немножко приподнимаю вот вот такая будет линия немножечко немножечко приподнимаюсь вот точно также делю линию талии пополам но это мы сейчас уложим спинку и здесь точно выкроем как на спинке вот и тут не забываем опускаться на 3 сантиметра потому что хотим чтобы был небольшой наплыв и на полтора тире два сантиметра зависимости от той свободы которую вы хотите расширяем вот так теперь укладываем сверху спинку здесь я не срезала один сантиметр это нужно учесть вот так укладываем и отмечаем длину рукава сейчас я покажу вот здесь отмечаем длину рукава вот и теперь вот эти срезы нужно уравнять это у нас середина и вот так плавненько мы сюда выводим здесь должен быть прямой угол вот так пойдет линия тоже где-то 20 сантиметров здесь может быть меньше где-то 19 и выводим эту линию вот что у нас получается эта точка соединяется вот этой точкой теперь выкраиваем и получаем перед и спинку теперь выравниваем все укладываем смотрите спинка всегда выше а перед всегда ниже это так называемый баланс для цельнокровного рукава и вот эту вот линию я все-таки чуть-чуть вот так на сантиметр выше продлю точно так вот сантиметр поднялась и вот так мне кажется так более гармонично все перед готов теперь после сметки я определюсь и у меня здесь вот будет цель на ну вот так не цельнокроеная отрезная обтачка пониже для красоты но это я вам скажу на каком расстоянии я отрезала это уже после примерки сейчас вырезаю и приступаем уже к раскрою юбки и карманов так моем случае выглядит спинка с полочкой посмотрите у меня вот того самого баланса про который все говорят нет потому что спинка и полочка отличается всего лишь на один сантиметр но у кого-то вот здесь вот будет выше для этого мы строим основу на базе основы я строю вот такой цельнокроеный рукав единственное что мне нужно сделать это вот здесь сделать небольшой маленький прогибчик по переду вот так буквально на 7 миллиметров вот так можно чуть-чуть его и скруглить так выглядит цельнокроеный рукав вот смотрите как это выглядит у меня спинка переходит на перед и вот здесь никакого перекоса не будет в моем случае если грудь большая то чаще всего идет вот так но стройте на базе и тогда не ошибетесь все теперь краем юбку юбку я также буду кроить на основании базовая конструкция для этого я пересняла нижнюю часть смотрите вот я ее пересняла до линии бедер в моем случае 25 сантиметров пересняла теперь закрываю вытачку то которая у меня была и вытачка открывается вниз и теперь вот как идет юбка бок так я ее и буду чертить то есть будет небольшое расширение то есть вытачка вот здесь расходится и вот так я буду кроить на ткани сейчас все буду показывать берем нижнюю часть вернее верхнюю часть юбки от базовой конструкции закрыли вытачку теперь сюда открылась вниз укладываем вниз вниз гиппу потому что у нас будет шов насколько вы помните я говорила вам вот так укладываем вот так укладывая отставляю на шов и обвожу вот так и теперь линию образовавшуюся от основы провожу вниз насколько есть возможность насколько хватает ширины ткани у меня ткань узкая видите да поэтому мне нужно по переду отложить где-то сантиметром 75 80 80 наверно с подкидкой это 50 и еще 30 сантиметров где-то вот так я сейчас отмерю покажу вам провожу линию и теперь мне нужно попасть вот в эту крайнюю точку то есть немножко сузится юбка то что я хотела она будет вот такая теперь мне нужно 80 сантиметров отложить от бока по боку я отмечаю 80 сантиметров и теперь по низу округляю здесь будет у нас средний шов и этот шов будет раскрыть разные стороны и отстрочен светлыми нитками ну мне кажется так будет хорошо еще я запланировала сделать карманы если на и нарисовать карманы то они в моем случае будут сейчас я нарисую и вот на основании того что я нарисовала точно такую же я вырежу просто добавлю один сантиметр на шов ну где-то вот так значит здесь у меня 20 сантиметров здесь получается 28 а вот так 30 такой у меня будет карман как показать как выкраивать такой карман я не буду я просто похожую деталь вот у меня здесь будет кусочек я его разверну с одной части будет карман по переду на левую часть а с другой части со стороны спинки будет на правую все как он настрачивается конечно покажу вот точно так же аналогично я беру деталь на которой написано спинка и делаю то же самое потом эти две детали вернее их 4 складываю по боковому и выравниваю для тех кто не понял как выкраивается карман показываю вот передняя половинка на которой я нарисовала приблизительно карман я сверху укладываю кусок ткани нахожу вот место длины кармана отрезаю до конца юбки еще вот дошла видите да по верху отрезаю точно так как идет юбка теперь отворачиваю отрезаю сначала ровно карман тоже может корректироваться чуть меньше чуть больше по вашему желанию вот что получается и теперь здесь просто делаю вход в карман такой как мне нравится вот здесь вот нужно исправить ровно вот здесь вот и подрезаю вход в карман я буду обрабатывать косой бейкой вот так да и мне все таки кажется карман великоватый мне так кажется я его сделаю короче вот так будет лучше то есть я где-то сантиметра два еще отрезаю вот вот карман выкроем вход в карман обработаю косой бейкой и настрочу так выглядит передняя половинка так задняя обязательно по боковому выравниваем чтобы это все было одинаково то есть вот боковой должен быть одинаково теперь передняя перед спинка хочу развернуть так выглядит спинка с чего начинаем сметываем плечевые боковые точно так же соединяем средний срез растрачиваем средний срез и настрачиваем карман перед этим обрабатываем косой бейкой вход это первое с чего я начну ну а потом в конце уже юбка соединяется с верхом и так я заготавливаю карман что я сделала я заутюжила край те края которые не обработаны но это бейка поэтому я ее не стала обрабатывать оверлаком вот со стороны входа в карман притачала полоску вырезанная по косой ширина ее в районе 3 сантиметров притачала теперь рассекла весь этот участок изогнутый заутюжила и потом еще раз заутюжила и теперь по лицу буду настраивать слежу чтобы бейка не выходила аккуратно строчка у меня около четырех стоит здесь заворачиваю и стараюсь строчить чтобы край лапки шел по краю у меня тонкая лапка я поставила тонкую лапку вот вот что получается теперь нужно все это приутюжить и настрочить карман один карман я уже настрочила вот так это выглядит теперь наметила четко где расположим второй карман укладываем 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 по намеченной линии и теперь я буду ориентироваться на вот эту часть лапки и настрачиваю вначале закрепка слежу чтобы я шла по намеченной линии как вы видите я ничего не приметываю если вы не умеете сразу строчить лучше приметайте разворачиваясь и точно так же по намеченной линии строчу в сторону все карман я пристрочила вот здесь закрепка тоже и еще я закрепку ставлю где-то сантиметров на пять вот по нижнему краю все швы приутюживаю значит это средний шов я его соединила и растрачила двумя строчками точно так же сделала со стороны спинки юбку по боковым я соединила разутюжила швы теперь край юбки обработала на верлоке и тоже проложила строчку крупным стежком для того чтобы немножко стянуть потому что форма юбки она полукруглая и нужно будет сделать красивой широкую подгибку для этого что я делаю я установила вот на 4 сантиметра магнит и просто даю строчку крупным стежком относительно магнита как бы стабилизирующую вот что получается и теперь по этой строчке я буду заутюживать немножко переводя ее вовнутрь а вот эту подтягивать и все это приутюживать я продолжаю делать параллельную строчку можно также намечать но я пользуюсь магнитом смотрю только вот сюда чтобы строчка была ровная относительно края так как край уже выровнен вот я заутюжила по этой строчке строчку можно потом удалить вот так это выглядит все аккуратно и теперь на том же самом магнитике его можно переставить на три с половиной буквально чуть чуть меньше чтобы остался оверлок не захваченный рядышком даю строчку я ставлю где-то в районе четырех и я прокладываю делочную строчку по лицу в принципе можно и по изнанке как себя ведет машина где красивее строчка и я использую магнитом опять же говорю вам что я ничего не намечаю а пользуюсь магнитом получается ровная красивая строчка вот относительно края с изнанки захватывается рядом с оверлоком я продолжаю строчить подстрачивать низ платья и так юбка полностью готова так она выглядит карманы с двух сторон на строченный шов вот и мы юбку откладываем а низ еще я же прострочила показала вам полностью вот все и теперь приступаем к переду горловину я по себе вырезала теперь вырезала обтачку по всей площади и посмотрите что по обтачке по краю прострочила на 0,5 и точно так же сделала по внутренней части то что 0,5 прострочила с краю я заутюжила это как стабилизирующее в том числе как ребро для заутюжки очень удобное не растягивается и теперь нужно после соединения по плечевым вывернуть на изнанку и на изнанку положить уложить вернее лицевой стороной вниз потому что я буду ее настрачивать по лицу изнутри буду попадать вот в эту строчку вокруг а потом обогну и по лицу настрачу отделочная строчка будет по лицу вот что получается я вывернула ее на лицо то есть пристрочила с изнанки с изнанки шевчик расстрочила как обычно делаю только теперь строчку прокладываю по основной детали не по обтачке для того чтобы не выворачивалась вот так и вот теперь на лицо выворачиваю и по тому краю где застрачивала эти 0,5 немножко рассекаю чтобы красиво завернуть вот все это либо вы приметываете и даете отделочную строчку отделочная строчка может быть как по краю самой горловины так и по внешнему краю это уже по желанию вот этот край обязательно застрачивать а этот уже по желанию вот так я настрачиваю аккуратно распределяю обязательно нужно чтобы шовчик совпал у меня лапка идет по краю подгибки вот здесь я закалываю помогаю себе иголочками и аккуратно аккуратно настрачиваю вы всегда сможете приметать по заутюженному краю очень удобно строчить вот что у меня получается я считаю что очень хорошо вот думаю сделать мне еще одну строчку или нет с этой стороны обтачка закреплена но все равно посмотрю сейчас может быть даже сделаю горловину я обработала так это выглядит смотрите на мой взгляд неплохо и точно так же хочу обработать края рукава вот здесь для этого чтобы вырезать обтачку укладываем уточненную низ рукава уточненный и вырезаем по форме рукава берем и вырезаем ширина желательно чтобы была такая же вот поэтому самое главное вырезать вот здесь и потом измерить ширину обтачки и сделать точно такую же ширину обтачки здесь и точно так же с изнанки на лицо на строчить но это я буду делать после уже обработки можно и до как бы по вашему желанию до конечно же намного проще рукава обтачала вот так это выглядит посмотрите аналогично технологии аналогичны и вот после этого я решила в открытую пройму это сделать я переворачиваю и соединяю по боковому вот здесь обтачки должны совпасть вот здесь обязательно после чего обработаю на верлоке и затем шов на строчу и сделаю закрепку чтобы вот здесь содержался шов и перед будет готов будем соединять его же с низом юбки с самой юбкой вернее перед тем как соединить юбку с верхней частью я решила сделать маленькие вытачки по переду вот буквально по 7 миллиметров вот такие и они имеют форму здесь вот они ровненькие а здесь там где мы опускались на непосредственно сам наплыв вот такая форма должна быть у вытачки потому что на этой части будет кулиска кулиску я вырезала 7 сантиметров можно 6 и она будет по лицу настрачиваться значит сначала я делаю вытачки по переду по спинке не нужно затем кулиску обрабатываю края вот так и настрачиваю на участке там где карманы вот здесь кулиска будет настрачиваться на юбку вот таким образом прям прям на шов и когда мы уже будем притачивать сам перед она окажется поверху переда этот край завернем и настрочим вот смотрите поверху юбки я притачала кулиску я ее оставлю ровно 4 сантиметра вот остальное буду подворачивать на данном этапе оставляю так и делаю вот смотрите на расстоянии 5 сантиметров от середины в одну и в другую сторону пришила ее краешки завернула обработала сюда будет вставляться либо шнурочек либо какая-то резиночка и по переду я сделала вытачки заутюжила от центра теперь нужно соединить лицо с лицом центр центр находим центр переда вот он и вот рассечка совмещаем ее скалываем также находим следующую контрольную точку это боковой боковой тоже соединяем и скалываем боковые все должны совпадать точно также находим середину спинки и все в круговую соединяем швом где-то полтора сантиметра вот что получается с изнанки шили осталось обрезать все ниточки все убрать вот и выворачиваем на лицо теперь платье вот смотрите что получается эта кулиска ее просто соединила по среднему мишу теперь вы можете ровно отложить ту ширину кулиски которую вы хотите в моем случае это будет 4 сантиметра чтобы соблюсти все правила и подгибки и рукава у меня было 4 сантиметра подогнуть и настрочить по двум сторонам можно сначала для удобства настрочить в этот край сейчас а потом подогнуть и этот край тоже настрочить строчку прокладывать я начинаю отделочную от бокового шва сам шов со стороны юбки идет в сторону переда и вот располагаюсь удобно и моя лапка идет по краю я ставлю широкий шов где-то 4 миллиметра 5 будет многовато и вот так аккуратно сначала прокладываю шов вы можете одновременно намечать вот например 4 сантиметра и поставить здесь меточку и строчите и намечаете чтобы вам потом было удобно подгибать этот краешек теперь я наметила подгибаю и тоже строчу теперь у меня ориентир этот край лапки аккуратно все выравниваю можно приутюжить конечно и вот так аккуратненько по всему кругу по всей талии ну получается вот так здесь краешек нужно будет закрепить дополнительно еще потом нужно сшить поясочек либо шнурочек для того чтобы вдеть в кулиску я заготавливаю пояс вырезала полоску 6 сантиметров сложила пополам и от середины у меня где-то 2 метра будет пояс вот от середины я отступаю и начинаю в разные стороны соединять здесь оставляю для того чтобы вывернуть и потом закреплю и обычным способом на ширину лапки строчу я надеюсь это все уже знают как шьются поясочки потом обязательно выворачиваю и поверху сделаю отделочную строчку как обычно делаю платье готово поясок я сделала в кулиску так оно выглядит на столе мне очень нравится я прям подумываю для себя такого же плана шить померила она себя неплохо так со стороны спинки на мой взгляд отличное платье нужно одеть на манекен и лучше его рассмотреть ну что хочу показать вам какое платье у меня получилось на мой взгляд чудесное оно даже не домашнее в нем можно выходить гулять посмотрите в таком стиле сафари кулисочка карманы цельнокроенный рукав так со стороны спинки и модель мне очень понравилась и возникла идея себе что-то в подобном стиле такое сшить ну как-то так девочки сшейте не бойтесь очень легкая модель у всех получится я даже не сомневаюсь кому понравилось такое платье ставьте пальчики вверх нажимайте на колокольчик чтобы первыми узнать о всех новинках которые выходят на моем канале и всем творческих успехов ну смотрите как красиво смотрится платье на моей маме такое чудесное домашнее ну иногда можно и в магазин сходить конечно же чудесная платьица ну а вы как думаете